Казанский университет с рабочим визитом посетила делегация государства Катар. Новое развитие университет получил с момента получения статуса особого федерального университета. КФУ завершился прием заявлений на бюджетные места. Сколько заявлений подано от абитуриентов? Самые популярные институты на сегодняшний день остаются также институт фундаментальной медицины и биологии, институт международных отношений, институт экономики и управления, институт психологии и биологии. Новый вид мошенничества. Как выманивают деньги у россиян в социальных сетях? Неводы в валюте у нас в России с чем запрещены. Я не сообщаю, что вы якобы выиграли средства в валюте. Чтобы перевести их в рубли, нужно в комиссию, а надо еще сказать ваши данные, ваши карты и так далее. Для того, чтобы с ним, в самом деле, еще больше средств. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Аделя Мухаммедшина. В выставочном центре «Казань-Экспо» проходит седьмой международный экономический саммит «Россия-Исламский мир» «Казан-саммит-2021». В рамках мероприятия состоялась встреча президента Республики Татарстана Рустама Мениханова с чрезвычайными и полномочными послами стран-членов Организации исламского сотрудничества. Во встрече также принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Казанский университет с рабочим визитом посетила делегация государства Катар во главе с чрезвычайным и полномочным послом государства Катар в Российской Федерации с шейхом Ахмедом бен Наср бен Джасим Альтани. Визит в Казанский университет гости начали с посещения музея истории. Здесь им рассказали об истории университета в его великих студентах и сотрудниках. Далее гости последовали в императорский зал, а также посидели за парты в Ленинской мемориальной аудитории. Затем делегация государства Катар проследовала в голубой зал главного здания КФУ, директор университета Ильшат Гафуров презентовал Казанский федеральный университет гостям. До 2010 года университет был небольшим, всего было порядка 9 тысяч студентов. И новое развитие университет получил с момента получения статуса особого федерального университета. Таких университетов в нашей стране всего 10. Гости обсудили планы по сотрудничеству в реализации совместных проектов. Я надеюсь, что мы с вами найдем общий язык и будем работать вместе с вашими научными центрами. Тем более, что мы очень тесно работаем с компанией «Роснефть». Мы являемся опорным вузом Роснефти. Я знаю, что Роснефть создала научный центр в Катаре. И мы работаем с Роснефтью в этом плане тоже. Также сегодня Казанский университет принял делегацию из Республики Зимбабве под руководством чрезвычайного и полномочного посла Республики Зимбабве в Российской Федерации господина Майка Николаса Санга и представители Королеса Бахрейн. В выставочном центре «Казань-Экспо» в рамках седьмого международного экономического саммита «Россия-Исламский мир. Казан-саммит-2021» состоялась встреча делегации Киргизской Республики с президентом Татарстана Рустамом Менихановым. Во встрече также принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров. В Казанске федеральный университет подано свыше 100 тысяч заявлений от абитуриентов. О своем намерении поступить в университет объявили 31 тысячи человек. Какие направления остаются самыми популярными и не только в нашем сюжете. Как сообщил ответственный секретарь приемной комиссии Александр Бибик, сегодня последний день приема заявлений в КФУ в рамках общего конкурса на бюджетные места бакалавриат, специалитет, магистратура. Приказ о зачислении на целевые и льготные места будет опубликован 6 августа. Основной приказ по поступлению на бюджетную форму обучения на программу бакалавриата и специалитета 17 августа. Также он поведал, в какие институты подают больше всего заявлений и какие из них являются наиболее популярными. Самые популярные институты на сегодняшний день остаются также и Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт международных отношений, Институт экономики и управления, Институт психологии и педагогического образования. Александр Бибик отметил, что самым возрастным абитуриентом Казанского университета на данный момент является 72-летний поступающий. Своё заявление он подал в магистратуру Института социально-философских наук и массовых коммуникаций на направлении теология. А к самым юным абитуриентам относятся 17-летние поступающие. Их насчитывается более 5000. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универ Ньюс. Согласно статье, опубликованной в журнале Soul Reports в древнем черепе охотника-собирателя, жившего 5000 лет назад, нашли старейший штамм чумной палочки. Можно ли полагать, что наши будущие поколения найдут в наших останках следы коронавируса и будет ли он представлять угрозу для человечества? Смотри в сюжете. По словам доцента Института фундаментальной медицины Казанского университета Павла Зеленихина, коронавирус, как и все вирусы, во-первых, хуже сохраняется в среде, чем болезнетворные бактерии, некоторые из которых способны образовывать специальные покоящиеся формы, например, споры. Возбудитель сибирской язвы сохраняется в почве, уже доказано, несколько десятков лет, вполне себе спокойно. Возможно, сохраняется и сотни, но, конечно, не тысячи. Чумная палочка не образует покоящихся форм, это не спорообразующие бактерии, поэтому так долго, как сибирская язва, тоже сохраняться не может. Вирусы, к которым относится коронавирус, сохраняются еще меньше. То есть для того, чтобы обеспечить сохранение на достаточно длительный срок, необходимы определенные условия. Когда человек умирает, большая часть микроорганизмов, включая вирусы, находящихся в нем, очень быстро погибают. Какая-то часть остается на небольшое время, которое зависит от условий, в которых происходит сохранение. Но все равно через достаточно длительное время все это гибнет и остаются лишь небольшие кусочки, фрагменты белков, нуклеиновых кислот, которые впоследствии исследователи могут обнаружить и как-то так проанализировать. Но это, безусловно, уже не живые существа, а лишь остатки. Опасен ли вирус после смерти человека? Сколько он живет и есть ли риск нового заражения спустя столетия? Те небольшие фрагменты, остатки, какие-то кусочки генетического материала, коронавирусы, которые, возможно, наши потомки обнаружат через тысячелетия в наших телах, они, конечно, уже не будут представлять вообще никакой опасности, потому что это будут не целые вирусные частицы, а лишь их небольшие фрагменты. Более того, скажу, коронавирус в качестве генетического материала содержит РНК, рибонуклеиновую кислоту, которая значительно менее стойкая к окружающим воздействиям, нежели чем ДНК. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюс. Мошенники не перестают удивлять, с каждым разом придумывая все новые уловки. На этот раз это акция мессенджеров. Как мошенники выманивают деньги у россиян в социальных сетях, выясняла наш корреспондент. Новая уловка мошенников. Акции мессенджеров. Злоумышленники объявляют о конкурсе в сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет 1 миллион долларов. Так рассказали в Сбербанке о новом виде мошенничества. Довольно часто люди попадаются на уловки мошенников. Но это и не закончится, говорит эксперт Казанского университета. Сейчас это такой вариант. В следующий раз придумываешь что-то другое. То есть скажешь, что по каким-то картам нельзя переводить, нужно перевести по другую карту и давать за это комиссию или еще что-то. То есть цены придумывать могут бесконечно. Расскажем подробнее, как происходит мошенническая деятельность конкретно в мессенджерах. Участники конкурса могут выбрать любой мессенджер, а сайт выдает сумму в размере от 5 до 10 тысяч долларов. Далее жертва переходит в чат с неким администратором, где бот сообщает, что человек якобы попал в топ-100 пользователей соцсети. И может получить еще 5 денежных призов. Итоговая сумма выигрыша составляет несколько тысяч долларов. Переводы в валюте у нас в России с чем запрещены. Я не сообщаю, что вы якобы выиграли средства в валюте. Соответственно, чтобы перевести их в рубли, нужно заплатить определенную комиссию. А заодно еще показать ваши данные, ваших карт и так далее. Для того, чтобы снять с ними на самом деле еще больше средств. Эксперт Казанского университета рассказал о том, по какой технологии работают мошенники со своими жертвами. Некогда задуматься, некогда с кем-то посовещаться. Нужно принять решение и сейчас. А тут нарячить приз. Зачастую все мы испытываем подведность в деньгах. Поэтому сразу готовы схватиться наживкой. Павел Устин утверждает, что задача мошенника – внести в трансовые состояния человека. Если вам обещают получить что-то взамен, при этом ничего не делая, в этом прослеживается однозначно что-то нечистое. И стоит помнить, что бесплатный сыр только в мышеловке. В таком случае эксперты советуют включить критическое мышление, дать себе время на размышления, а не принимать решения сразу. Либо же посоветоваться с кем-то из близких. Джимни Баева, Универньюз. На этом все. В студии была Аделя Мухамедшина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч.